Всем привет! Сегодня я готовлю нежное, воздушное, очень вкусное картофельное пюре. Покажу последовательные этапы приготовления и расскажу о секретах и нюансах, чтобы пюре всегда получалось пышным и без комочков. Казалось бы, такое простое блюдо, но далеко не каждая хозяйка умеет его готовить правильно. Обязательно досмотрите видео до конца, в конце будет обзор следующего рецепта. Очищенный картофель я поместила в чашу с холодной водой, чтобы он не потемнел. У меня здесь 1 килограмм 200 граммов картофеля. Не рекомендую долго хранить его в воде, иначе выйдет крахмал. Нарезаю клубни на 4 части. Вкусное нежное пюре это в первую очередь выбор картофеля и правильная технология приготовления. Для пюре лучше выбирать старый картофель с большим содержанием крахмала. Тогда он получится рассыпчатым, а пюре будет более пышным и вкусным. Молодые клубни для этой цели лучше не использовать. Выкладываю в кастрюлю, всыпаю одну неполную столовую ложку соли, вливаю воду комнатной температуры так, чтобы весь картофель был покрыт водой. Варю под закрытой крышкой до готовности. Чтобы картофель не потрескался и не развалился на части, температура варки должна быть невысокой. Картофель варился около 20 минут. На готовность проверяю острым ножом. После того, как слила воду, вернула кастрюлю на плиту на несколько минут, чтобы картофель немного подсушить. Температуру при этом сделала минимальную. Это делается для того, чтобы выпарилась лишняя влага, так картофель будет рассыпчатым, легче, быстрее разминаться, а пюре получится нежным и мягким. Переложила в удобную посуду для взбивания, так как придется хорошенько поработать толкушкой. Очень важно хорошо размять картофель перед добавлением масла и молока. Если добавите масло сразу, то картофель впитает жир, не будет рассыпчатым, плохо будет разминаться и в итоге может получиться с комочками. Теперь добавляю около 30 граммов сливочного масла. Масло не нужно расставливать, под действием температуры картофеля оно и так быстро растает. Перемешиваю картофель с маслом. Ни в коем случае не используйте миксер и тем более блендер, так как при механическом воздействии блендера на высокой скорости происходит разрушение частиц крахмала и пюре превращается в невкусную тягучую клейкую массу. После того, как все масло впиталось, я постепенно частями добавляю 250 миллилитров горячего молока. Молоко обязательно должно быть горячим, иначе картофель подчернеет и станет твердым. Не спешите добавлять все молоко сразу. Сейчас нужно очень интенсивно поработать толкушкой, быстрыми взбивающими движениями. Это очень важный этап, от которого зависит пышность и воздушность пюре. Сырое яйцо добавлять не рекомендую, от него пюре становится жестче. Здесь нужно потратить минут 10 времени и приложить усилия, а в результате получится очень вкусное, пышное и воздушное пюре. Посмотрите, какая нежная кремовая структура получается. Для еще более ярко выраженного вкуса в готовое пюре можно добавить мускатный орех, черный молотый перец или просто посыпать любимой рубленной зеленью. Я обожаю картофельное пюре, часто готовлю его в качестве гарнира к мясу, рыбе, котлетам, фаршированным перцам, а также в качестве самостоятельного блюда, которое очень вкусно, например, с овощным салатом. В следующем видео я как раз поделюсь очень простым и быстрым рецептом вкуснейших фаршированных перцев, которые всегда подаю с нежным картофельным пюре в качестве гарнира. Чтобы не пропустить рецепт, нажимайте на колокольчик, а также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok